Привет, друзья, с вами Лёхо Псков Сервис. Немножко расскажу про нормальный фэтбайк. То есть, видосики с китайскими у вас прям отлично заходят. Но вот более-менее приличный фэтбайк, который действительно фэтбайк, который сделан для того, чтобы... У него даже название Аляск 3.0 сделан для того, чтобы ездить по каким-то мягким покрытиям. То есть, это снег, это песок, это... ну, рыхлый песок, да? Болотистая местность, да? То есть, это то, для чего сделаны эти велосипеды. Это то, для чего они хороши. То есть, если речь идёт за просёлочные дороги, за укатанный грунт, за даже полевые, какое-то поле, да? То есть, не лес, где мох и прочее, да? А именно укатанный грунт, да? То есть, поле, которое было когда-то там обработано или периодически выкашивается. То есть, потому поле, в принципе, на 29-х колёсах, на обычных, может быть, на плюсовых, ехать достаточно комфортно. У фэтбайка, у любого, есть огромный минус. Он прыгает как мячик. Кроме тех фэтбайков, которые оснащены системой задней подвески и обеспечивают, ну, прям вообще обалденно комфортное катание где-то в горах. Потому что у нас и покрышка хорошо на низком давлении, обтекает препятствие. И подвеска, как бы, компенсирует вот эту вот прыгучесть фэтбайка. Чем отличается вот это изделие от того китайца, который у нас был на сборке? Во-первых, общее исполнение, внешний вид. То есть, они оба вроде как бы издалека будут красивые. Но если рассматривать детали, то здесь мы смотрим. Втулки алюминиевые, анодированные. Абода тоже анодированные, не крашеные. То есть, это анодировка, это химическое покрытие, не краска. Дальше. Рамы вроде и там, и там алюминиевые. Но алюминий всё-таки немного отличается. То есть, даже когда с ним работаешь, ну не знаю, он жёстче. Против мягкого получается такой небольшой плюс в разгоне, небольшой плюс в накате. Хотя, говоря о фэтбайке, эти вещи, они как бы, ну, в принципе, не актуальны. Потому что объём резины и её вот размер, масса, которую нужно раскрутить, она даже на лёгких топовых фэтбайках, она всё-таки выше, чем на топовых контринниках. То есть, сравнивая фэтбайк и контринник одного ценового диапазона, мы всё равно будем иметь на выходе, что контринник резвее. Но фэтбайк будет чуть комфортнее. Чем дороже будет фэт, тем будет у него лучше резина. Соответственно, у неё будет тоньше стенка. Достаточная толщина резины здесь. Там, где протектор, чтобы избегать проколов. Ну, за счёт более тонкой стенки, да, более тонкой камеры, которая может быть установлена, колесо получается более податливым. Оно получается мягче. Здесь стенка, объективно, она чуть-чуть толстовата. Если стенка будет тонкая, то эффект вот этого мячика, он будет снижаться. Да, снижаем давление, будет снижаться эффект вот этой прыгучести. Чем выше давление вы накачиваете в колёса, вам кажется, что вот он, о, фэтбайк не едет, да, я накачаю побольше давление, и он поедет тогда по асфальту. Фигас 2. Эффект получается достаточно неприятный. Он начинает подпрыгивать, вас это утомляет, и вам ещё тяжелее ехать. Поэтому давление на них надо здесь держать низкое. На покрышках обычно написано, какое оно должно быть. Кстати, давайте проверим эту теорию, да. Накачивать до 20 PSI. То есть 1,4 бара. То есть меньше полутора атмосфер в это колесо положено накачивать. Тогда на нём будет ехать плюс-минус комфортно. Прыгучесть будет чуть меньше. Втулки. Здесь установлены китайские втулки кванта. Это, я так понимаю, что название хотели сделать похожим на кванта или что-то в этом роде. Но, тем не менее, втулочки эти на промах. Трещотка орёт просто как лютая. Это замечательно. Это значит, что храповик нормально срабатывает. То есть вот чётко входит в зацепление. Ход холостой у неё, у этой втулочки достаточно коротенький. Это очень приятно. Обода широкие. В принципе, на остальных фетах они устанавливаются плюс-минус такие же. Тут особо заострять внимание не имеет смысла. По резине это Чауянг. В принципе, не самая дорогая резина, но она ходит. Она ходит. Есть, конечно, бывают отдельные самые дешёвые Чауянги, которые быстро снашиваются. Но при этом у них протектор хорошо прорисован. Резина отлита в большинстве случаев достаточно ровно. То есть если у тебя хороший обод, то резина на него садится ровно. И сама по себе резина на ободе вот так вот не гуляет. Потому что, допустим, у Кенду той же, да, у них есть подороже покрышка. Тут, ну, допустим, взять один и тот же Кейрат, да. Есть Кейрат с белой надписью. Есть Кейрат просто Кейрат. Есть Кейрат, который просто какая-то цифра. Протектор у них одинаковый, но сама резина может быть по форме, по качеству отливки отличаться. То есть тут есть нюанс, да. У них есть типа премиум Кенда и такая себе Кенда. То есть на продажу и на сток. По переднему колесу то же самое. Втулочка у нас идёт на промах, тоже кванта. Хорошего в ней чего? То, что у неё идёт полая ось. Судя по всему, 15-миллиметровая. То есть сюда можно поставить, допустим, в будущем вилку какой-нибудь там Рокшокс Блуту. Или там от Маниту, забыл, к сожалению, название. Мархар, по-моему, называется она. Но не суть важна, да. То есть можно будет поставить амортизационную вилку. Хотя вроде как на ФЭТе это излишество. Потому что он и так, в общем-то, едет и прёт. Но, скажем, если речь идёт за какие-то там околоспортивные выезды, то вилочка всё-таки повысит контроль над поверхностью. Да, то есть потому что, повторюсь, любые кочки, они хоть и съедаются покрышкой, да. Она проминается, съедает кочку, бревно, допустим, на которое вы наехали. Но она потом отстреливает обратно, потому что в пневматической этой системе нет никакого демпфера. То есть вот только вязкость самой резины, да, там внутреннее трение, там, между покрышкой камеры, внутри покрышки, там, волокна, бла-бла-бла и всё такое. Но этого явно недостаточно для того, чтобы вот этот эффект мячика полностью погасить. Ну, именно вот этого баскетбольного мячика, скажем так. Дальше. Рулевая здесь стоит. Если не ошибаюсь, тоже на промах, потому что крутится, ну, архиплавно, никаких шумов. То есть когда рулевая идёт на насыпи, даже на хорошей насыпи, ну, ладно, нет, на хорошей насыпи она тоже бесшумно крутится, но на насыпи рулевая, скажем, спустя какой-то срок эксплуатации, она всё равно начинает там появляться вот такой, ну, да, тык-дык-дык-дык-дык-дык-дык, потому что, как, не знаю, как, секционность движения, то есть дрожание лёгкое. То есть потому что шарики со временем катания на нижнем конусе наминают свои места, где они вот всё время трутся. То есть большинство у нас насыпных рулевых, они всё равно ходят такими, как бы, лёгкими рывками. Страшного в этом ничего нет, но это категорически неприятно. Трансмиссия. Вот что его конкретно отличает от дешёвки. То есть если втулки, колёса, там, вы можете сказать, ну, это можно поменять, бла-бла-бла и всё такое, то рама – это основа. Вилка здесь, кстати, тоже хорошая. Заметьте, она здесь жёсткая, без всякого вот этого бижутерии, да, то есть без лишнего болтания. То есть такая вилка, она имеет меньший вес. Стоимость именно этой вилки, да, она алюминиевая, скорее всего, будет выше, чем у той двухкоронки, которую мы смотрели на китайца. Но, тем не менее, она будет легче и надёжнее. То есть работать она будет, я даже думаю, лучше, чем та псевдо-двухкоронка, на которую мы смотрели на китайском велосипеде. Кассета с рэм, 10-скоростная, переклюк GX. Я недолюблю десятки с рэмовские, потому что здесь сейчас всё новенькое. Всё работает прям чётенько, обалденно. В принципе, в тех условиях, в которых эксплуатируется конкретно этот FAT, её хватит навечно, и претензий к ней вообще никаких не будет. Но если говорить о спортивном использовании, да, то кто вот катается много, знает, что со временем переклюки из-за того, что ты им пользуешься, да, там поливается грязью, в саревах особенно, когда там марафон идёшь какой-то по лужам, это все шарниры, они начинают потихоньку разбалтываться и люфтить. Так вот, когда этот процесс пошёл, а у срама он пойдёт по-любому, и, к сожалению, он идёт чуть-чуть быстрее, чем у шамановских переклюков, допустим, вот когда появятся вот эти люфты, с настройкой 10-скоростного срама будут явные проблемы. То есть, когда мы используем активное и проезжаем много тысяч, постоянно пользуясь, там, особенно если мы ездим по полям, повторюсь, да, грязь и вода, постоянно щёлкаем трансмиссию, потому что нам это надо, мы ездим то спуск, допустим, спуск, поехали, включили потяжелее, себе передачку побыстрее, там, потом раз подъём начался, сразу переползли наверх на лёгкую передачку. Вот постоянно, если пользуемся, да, в грязи, то люфты неизбежно появятся. И вот когда они появляются, десятку очень-очень часто приходится поднастраивать, подправлять, менять рубашки, чтобы нивелировать все недостатки и заставить эту трансмиссию хоть как-то работать. Десятка от Шамана в этом отношении надёжней. Но на конкретно этом фете, повторюсь, он будет эксплуатироваться не жёстко, будет ходить долго. В педали, ну, я не знаю, как это, ЮХ, наверное, 607Х. В общем, судя по ощущениям, педали сделаны на, здесь промышленный подшипничек, здесь, скорее всего, втулочках скольжения, то есть, так же, как сделаны большинство вэлговских педалей. Идут плавненько, мягко, люфт еле-еле ощущается, вот здесь вот в районе втулочки. Устраняется легко, выкручиваем колпачок, там откручиваем винт, снимаем, размазываем смазку, одеваем. Всё, больше ничего с ней делать не надо. Резинка стоит не сильно надёжная, с зазорчиком небольшим, но, тем не менее, этого достаточно для того, чтобы защитить втулочку от крупных частиц грязи, именно они опасны. В остальном пыль там, она не пролезает через смазку, поэтому, если периодически её просто снимать, протирать, смазочку ложить сюда, то педали такие очень долго ходят. Конкретно эти, то есть, ну, судя по всему, обычные китайские, но они выглядят приятно. На оси написано CR. Ну, намёк типа это хромоль. То есть, хорошая ось из хорошей стали. Система труатив установлена под квадрат. Почему под квадрат? Потому что на такие вот широкие кареточные узлы пока более крутых систем не особо много на рынке, а те, которые есть, стоят безбожно дорого, поэтому ставится обычная китайская каретка на картридже, то есть, на промышленных подшипниках каретка-картридж с очень длинным валом, и на этот вал сажается какая-нибудь приличная система от Shimano или Truative, то есть, чтобы было нормально ездить. То есть, ресурс у великого этого значительно больше. За счёт использования качественных компонентов. И самое главное, кататься на нём будет приятнее, потому что он, сволочь, весит меньше. Даже несмотря на это люто тяжеленное крыло, на фэтбайках у нас крылья все, на самом деле, тяжёлые. Сейчас попробуем мы его. Опаньки. С использованием вот этого позорного красного шнурочка. Безумно полезного. Попробуем его взвесить, да. Китайцы мы взвешивали. Ну, понятно, да, это не суперточный прибор. Очередной китайский безмен. Самый дешманский. И мы его попробуем сейчас как-нибудь... А почему катафото в другую сторону? Чего-то я ковырялся с этим фэтом и только сейчас заметил, что катафото в другую сторону. Весит он 16... 16 900. Ну, руки дрожат, понятно, трясутся немножко. Весит он 16 900. Сидушка не родная поставленная. Она добавляет, наверное, грамм 600 лишних. То есть, в стоке этот велик весил... Ну, то есть, сидушка покомфортнее обоставлена просто. Если снять крыло и сидушку заменить на ту, что была в стоке, пожалуй, получится где-нибудь 16,5 килограмм, что, в общем-то, немного для фэта. Не сильно, не рекордно низкий вес, да. Более дорогие решения там на карбоне будут весить меньше, но тем не менее. А вот тот самый эффект, да. То есть, ты едешь по кочкам. И вот такой вот. Причем здесь колеса нормально спущены. Вот для чего, собственно говоря, нужна вилка амортизационная. То есть, это вам вот прям вот яркая демонстрация, для чего она нужна. Именно амортизационная, именно с демпфером. С демпфером отскока. Потому что демпфер отскока, вот этот подброс велосипеда, он гасит. За счет того, что масло перетекает внутри, гасится вот этот подброс. И вот этого эффекта, он очень утомляет. Честно скажу, при длительной езде этот эффект, он очень утомляет. Вот это косяк вот именно всех фэтбайков. Популярность, ну, просто выглядят они круто, и повторюсь, где они где-нибудь по лесу, где мох, где нет тропинок готовых, где, не знаю, переработанное, обработанное поле, да, вспаханное, картошку ездить, воровать. Вот, что там еще у нас? Снежок, понятно, песочек, где пляжи, допустим, у нас берег, допустим, Псковского озера, там много песка, и если речь идет за съездить там по берегу прокатиться, то обычный велосипед там уже нифига не поедет, потому что он будет постоянно вязнуть в сухом песке, то есть именно в сухом. По мокрому еще ничего поедешь, а вот феты, они как раз вот для этого и сделаны. В условиях глины, грязи может происходить неприятный момент, что на колесо набирается очень большое количество липучей грязюки, она начинает забиваться, и велосипед, ну, тут видите, что трансмиссия, цепь очень близко к покрышке на легкой передаче, а именно на легкой передаче будешь грести по грязюке. И в итоге у нас все это дело забивается грязью, и ехать он перестает, то есть есть нюансы в эксплуатации подобных велосипедов, да, есть плюсы свои, есть свои минусы, поэтому, если вам нужно там чисто для внешнего вида, выглядит, конечно, безумно прикольно, ну, можно, да, если средства позволяют взять хороший, да, если там речь за пару раз покататься, сфотографироваться, чисто поржать, то, в принципе, тот китаец, о котором мы говорили, из странных частей на пару раз выехать и потом избавиться от него, можно брать китаец. Ну, так говоря, если хочешь получать именно удовольствие, и у тебя конкретные задачи, да, там, лес, мох, болотца какие-то, там, паханая земля, песок, снег, то, да, актуальный выбор будет именно фэтбайк. Ну, конкретно этот велик попал ко мне на, ну, скажем так, на профилактику, ну, и еще добавлю вам, скажем, такой небольшой бонус в конце видео. Вот это колодки, вот тормозов Шимана, гидравлические тормоза Шимана, они здесь установлены, тормоза оригинальные, работают без нареканий, все четко, легко настроилось, на переходниках оригинальные надписи, все маркировки, вот это оригинальные тормоза, ну, к ним претензий вообще никаких, но, видимо, при смазке цепи, вот эта болезнь людей, ну, я тоже с ней сталкивался, когда ты покупаешь новую вещь для себя, что-то новое, кардинально новое, да, то есть, не было у тебя велосипеда, ты купил велосипед, тебе интересно, что же с ним делать, чтобы он работал хорошо и так далее. Первое, что все знают, это цепь смазывать, да, соответственно, покупается какая-то смазка и начинается заливаться цепь вот этой смазкой. Не стоит этого делать в первое время эксплуатации, потому что заводской консервант, который нанесен на цепь, я сейчас говорю не за спортсменов, да, я сейчас говорю за простое катание. У спортсменов там свои заморочки, свои нюансы для спортивных великов, скажем так, для использования в спорте, да, а если речь за простое катание, не надо заливать цепь сразу, она в заводском консерванте отходит у вас минимум две недели. Это и то, если вы будете кататься прям вообще регулярно и регулярно, и будете попадать в лужи. А если кататься по сухому и периодически, то месяца два-три можно и не трогать заводской консервант, да, то есть, если вы катаетесь там раз в неделю-две, то заводской консервант у вас, в принципе, лето отходит и вообще без всяких вопросов по сухому. Не надо лишней смазки. И когда вы используете смазку, будьте осторожны, не забрызгайте тормозной диск, потому что вот этот диск был забрызган, и колодки, не знаю, видно, надеюсь, видно, да, они приобрели такой жирный блеск и черный цвет. Ротор был тоже черного цвета в отверстиях. Вот эти отверстия, они сделаны для охлаждения и для того, чтобы убирать продукты из носа. В них была, как бы такая, смоленистая черная грязюка. Это как раз свидетельство того, что попала смазка. Смазка пропитала верхний слой колодок, и в результате чего? Тормоз чуть-чуть теряет мощность. Хорошо, вот эти шамановские колодки резина, они чуть-чуть теряют мощность, да, металлические сильнее теряют мощность при замасливании. Но появляется жуткий-жуткий рев, они прям скрипят очень громко. В принципе, можно их промывать обезжиривателем, прогревать, прокаливать конкретно эти колодки, в принципе, смысла особого не имеет, потому что из-за органического наполнителя они начинают очень быстро рассыпаться. То есть, если ее перегреть, эту колодку, она начнет рассыпаться. Ну, над газом, допустим, когда греешь ее, перегреешь, она начнет рассыпаться, и в итоге очень быстро износится. То есть, ну, прокаливать не советую, потому что, либо если вы прокаливали ее для удаления масла, то внимательно следите за износом, потому что изнашиваться прокаленная колодка органическая будет быстрее, чем обычная. И вы можете просто там металлом начать пороть тормозной диск. Я, в общем, их просто заменил, не стал заморачиваться с промывкой и так далее, потому что, ну, комплект колодок там неоригинальных, которые хорошо работают, стоят 300-400 рублей в среднем. Поэтому именно органические надо, потому что на диске, на роторе написано Resin-Pads Only. То есть, если поставить сюда металлические колодки, то начнет стираться ротор. Это важный момент. Ну, и повторюсь, да, не лейте лишней смазки на цепь, если вы катаетесь в сухую погоду и немного. Потому что у вас, во-первых, риск того, что вы зальете ротор. И цепь, ну, здесь тоже, конечно, все вычищено, поменено, прибрано. Цепь просто, она обрастает такой шубой из смазки и грязи. Эта грязь, она сидит на кассете, изнашивает зубья быстрее, изнашивает быстрее цепь. То есть, в итоге, лишняя смазка, она у нас... Надо сюда хомутик присандалить. Лишняя смазка у нас быстрее убьет трансмиссию. Поэтому все в меру, ребят. Ну, в общем, все. Всем приятного времени. Пока.